Добренькое утро, мои дорогие друзья! Судя по моему внешнему виду и настроению, вы поняли, что ремонт закончен. Да, наконец. Вчера я был убит и сильно, а сегодня я все-таки закончил. Ричард, тебе чего нужно? Иди отсюда. Ну ты меня все время сбиваешь и все, я только начинаю, а ты пришел здесь. Сейчас еще с хвостом начни играться, да? Итак, снова. Да, так мы никогда не закончим. Весело. Ладно, бог с ним. Итак, о чем? Я о том, что ремонт закончен и сегодня у нас премьера. Вы видите, эта красная дорожка здесь, все так красиво. Премьера того, что вы присутствуете при рождении нового фуд-фотографа. Это как сказать? А вот так. Я принял такое решение, что мне надо будет поразвиваться в эту сторону. То есть это совершенно неизвестный для меня толком такой, как нибудь или область. Ричард, успокойся, а? Все. Мах плац. Мах плац. Плац. Вот так, хорошо. Двухъязычно оно у меня. Так вот. И раньше меня всегда как бы отпугивало то, что я считал, что для того, чтобы быть фуд-фотографом или фуд-стилистом, нужно иметь какое-то понятие о приготовлении блюд. Ну, хотя бы на уровне пуска любителя, но уметь готовить. Я вам сразу скажу, что я очень люблю готовить, но не умею. И это меня всегда отодвигало, и поэтому сейчас я решил сразу двум вещам учиться. То есть мы будем с вами, как я предполагаю, даже трём вещах, потому что мы будем с вами готовить, да? Мы будем с вами стилистикой заниматься этого всего и будем фотографировать. То есть такой хороший, такой объёмчик, да? Мне это в тему, потому что я это же буду делать потом на немецком канале. То есть быстренько с вами научусь. А потом ячеви им покажу. Почему фуд? Потому что, вы знаете, я привык слушать какие-то подсознательные подвижки, да? Я привык делать анализ того, что происходит. Вот сейчас оборвалось у меня два больших, очень больших заказа. Ну, кстати, вот биться-то не пришли. Тысяча штук. Нет. И почему я... У меня нет привычки спрашивать. А почему? А вы обещали? Нет. Я выше этого. Нет, значит нет. Ну, и вы знаете, вот когда я начал заниматься фотофотографией, да? Тут всё пошло в тему. То есть как бы идёт подвижка такая, тебя вот отсюда ты уходи, тут не будет толку, да, больше. Всё, ты выжил там, всё. Иди дальше развивайся. И там будет вкусно, там будет питательно, и там мы тебе начнём помогать. И оно действительно так. Вот вам доказательство. Видите? Это первый доллар, который я заработал на монетизации. Ютуб прислал. Шучу. Но 26 центов вчера на табло. То есть вот эти маленькие подвижки, да, и внутренняя интуиция говорит мне, что надо, это не тебе, что надо заняться, пойти бы в это направление. Потому что ещё Германия – это такая фудовая страна, да? Уж что-что, немцы любят покушать, и покушать вкусно, и для этого у них всё есть. Культура – это вам не китайская еда быстренького приготовления или Макдональдс американская, нет, нет. Немецкая действительно кухня, так же, как и российская, имеет очень древние корни, очень хорошую культуру еды, приготовления и так далее, стилизации тоже, стилистика на высоте и так далее. И здесь очень ценится такая фотография. Я думаю, что мне это тоже понравится, потому что первые подвижки показали, что да, мне это нравится. И тут всё сходится, понимаете, дело в том, что тут будет интерес и для людей, которые фуд-фотографией занимаются, да, или хотят заняться, и для стоковых фотографов, потому что они будут учиться и стилистике, и подаче таких предметов. Потому что яблоко сфотографировать одно – это, знаете, этого уже полно. Может быть, хорошо для дизайнеров, ему нужно одно яблоко, но мне неинтересно так работать. Вот. И поэтому я думаю, что это будет и для всех, как бы, большое. Единственное, Ричард пострадает, он не ест, ему не дают, вернее, эту еду. Он ест бананы, да, когда-нибудь покажу, а человеческую еду ему не дают. Ну, он переживёт. Пять лет жил – ничего. Но пахнуть будет вкусно в студии, это однозначно. Так что, вот такая у нас с вами премьера. И ещё я хочу сказать о том, что, так как я, так вот тут ещё повар пока, да, то есть я буду путаться, конечно, там, укроп называть петрушкой или петрушку называть петерзилией. Петерзилия – это та же петрушка на немецком, да? И поэтому, если вы мне будете поправлять, в этом ничего страшного не будет. Кто будет мне хорошо помогать, я потом сделаю календарик, вот, и подарю вам электронную версию этого календарика. Я планирую себе такое. Не календарик, а такой, знаете, как бы, e-book называется, да? E-book, где вот немецкие рецепты на русском языке. Я думаю, что это тоже может быть интересным и привлекательным. Вот такие мне планы. Вы скажете, ну, а над планов надо переходить же к делу, что ты сидишь-то тут, да, болтаешь. Ну, да, давайте перейдем. Ну, вот хорошо видео, да, там достаточно хлопнуть в ладоши и все произойдет. Вот, перед вами вновь рожденный повар-фотограф. Да, дорогие мои друзья, вот так будет начинаться каждое наше видео о фуд-фотографии. То есть, мы сначала с вами будем что-то готовить, а потом уже будем фотографировать. Я разделю эти видео, значит, маленькой вставкой. То есть, кому это неинтересно, может это сразу пробежать и пойти со мной фотографировать и стилистикой заниматься. Ну, а для тех, кому это интересно, допустим, может быть, вашим женам будет интересно, то приглашайте их к мониторам, и мы будем это делать. Дело в том, что мы, это мы сегодня, в честь праздника, сделаем такое блюдо, креветки с чесночным соусом. А в дальнейшем мы с вами будем начинать с очень простых таких блюд, чтобы можно было дома повторить, если захочется, вашим хозяйкам, да. То есть, я не буду брать пока экзотические никакие. А познакомлю вас для начала с простыми. Но использовать буду часто вот этот, как немцы говорят, герет или прибор кухонный. Я думаю, что многие из вас знают, что это такое. Если кто-то нет, то я объясню. Это раклет. Впервые раклет прозвучал в Швейцарии. Я не знаю, не за памятных времен каких-то пастух, уронивший кусок сыра на разгоряченный камень от костра. Вдруг увидел, что получилась такая вкусная корочка, такой тягучий сыр стал. И с тех пор в Швейцарии начали делать так называемый раклет. Сыр раклет тоже. Потом это переняли французы. И французы это уже развили. И это как бы считается французским блюдом. Хотя на самом деле прародители швейцарцы. Есть куча рецептов. Вот у меня целая книжка есть тут. Как готовить раклет с красивыми картинками, которые я тоже попытаюсь что-то такое сделать. Вот я уже вижу, что где-то я смогу и лучше, наверное. Такой самонадеянный кох. Повар. Шеф-повар. Давайте я вам сначала покажу, как эта штука выглядит. Первое-наперво, что такое раклет? Это такая железная штучка. Здесь можно блинчики делать. Тефлоном покрыто. А здесь как бы находится здесь нагревательный элемент. Происходит нагревание, естественно. И самое такое большое здесь получается нагрев. Потом поменьше. То есть вы можете регулировать. Существуют специальные лопатки для этого. То есть чтобы тефлон не так и переворачивать. Эти лопатки нельзя оставлять в этом месте. Получится вот такая штука. В чем прелесть этого прибора? В том, что у него есть вот эти вот такие тоже лопаточки, что ли. И все, что вы здесь приготовите, допустим, баклажаны, да, или там кукурузу можно делать, картошку. Все, ребята, все, что можно, вот все, что вы привыкли, шашлыки, класть, помидоры. Все можно здесь собирать. Сюда накладывать. Вот так накладываем. Стелим кусочек сыра. Ставим сюда. Через несколько минут у вас получается прекраснейшее такое маленькое блюдо. Раклет, которое вы переносите на тарелку. Пальчики облежу. В чем еще очень хорошо? Тем, что, вы знаете, это ужин с друзьями. Допустим, вот эта штука, хотя здесь восемь, да, но она, в общем-то, рассчитана на четыре человека. Это медленный ужин, да, со свечами, с разговорами, с вином. И каждый, в чем прелесть, да, вам не надо заранее готовить, хозяйкам я обращаюсь, что прибежали гости, наелись и убежали, да? Нет, вам это не нужно. Гости приходят, у вас множество-множество ингредиентов, там, лук, те же баклажаны или кабачки, или еще что-то. И все вы можете здесь, каждый себе жарит то, что он хочет. И приготовить немыслимые комбинации из этого. То есть это очень привлекательно, очень интересно. Вечер получается длинным, теплым, гостей потом не выгонишь. Значит так, по цене, вот это от фирмы ВМФ стоит хороших денег, это 130 евро. Сейчас появились маленькие альтернативки такие, вот в половинку или с камнем. А те стоят от 20 евро. 20 евро это уже как-то, ну, по зубам, скажем так. Не знаю, сейчас есть они в России или нет. Ну, я думаю, что если нету, то появится скоро. Ну, я думаю, что есть. Скажите мне об этом. Я люблю делать себе еще и блинчики вот здесь. И мы с вами тоже будем делать. Этот прибор мой личный, поэтому я спокойно забрал из дома. Это подарок жены на Новый год. И после этого я был такой радостный, что три месяца я питался чисто вот с этой плиты, покуда он не стер этот самый тефлоновский защиту. То есть я ее там чистил железной щеточкой и угробил. Поэтому она у нас будет служить для фотографии. А с этой я уже теперь обращаюсь аккуратно. Я беру просто после того, как я пожарил, что-то я беру, протираю просто салфетками и все. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, я вас достаточно подготовил к тому, что нас ожидает. И на этом сегодня вот это видео заканчивается. И следом сразу начнется другое. Потому что сегодня мы приготовим такую праздничную еду. Ну, для меня, конечно, это креветки с чесночным соусом и с пивом. Так что я не прощаюсь. Фирма Петерсон будет теперь для вас готовить. Вкусно! Фирма Петерсон